время у нас 8 утра я пошел за продуктами в магазин сейчас вам покажу немножко магазин американский не все же были в америке постараюсь показать не нужно купить там немножко к чаю к чаю и омлет сейчас приготовим ношение масок в нью-йорке обязательном порядке все в масках на улице все в масках а я утром уже мы проснулись через четыре утра сейчас расскажу позвоним а мы с оливией проснулись сегодня в 4 утра а климатизация была же нам не спалось и мы пошли гулять и я с оливией пробежался дождь таймсквера 4 утра поставлять это было нечто вот погода в нью-йорке сегодня ожидается плюс 23 красота набить его здесь человечек это мужчина вот такой вот а вон там он девушка стоит тоже такая же большая давайте покажу давайте зайдем сзади вот девушка прикольная фигура лень мне вандала рука вот это органическая она очень сладкая это классно мы все на купили уже вечером клубнички и вон еще есть малина малина тоже органическая тоже сладкая а есть такие же но неорганические и они менее реально они видки здоровенные здоровение и они менее сладкие это уже проверено вот и малина тоже неорганическая цена 349 за клубнику 399 за клубнику за клубнику яйца вот пачка таких стоит 5 долларов получаем 12 штук xl формата мне нужно купить масло вот с маслом пик пойми 4 4 3 молоко возьму 2,69 почти 2 литра 1,89 и куплю вот такой батончик за 5 долларов горячий ну и куплю девочкам цветы думаю купить пактал нахи и наверное у нас маленькие розы оливия вот такие вот подарю и вот моя получаем продуктовая корзинка цветы немножко еды с самого утра нужно радовать своих девочек дочку и жену о сейчас будем подарить подарки посмотрим на реакцию пошли а этот с подарками это вам спасибо вот это мои дочки маленькие ростки а это подсолнухи а я обожаю герберы спасибо иди целую папу 1 2 я воздушный поцелую спасибо очень и что мы сейчас делаем красота конечно же фотографируем от этого оливий халатик trump kids молодец трамп какие делают классные вещи и оливий шуток красавище американский взять оливия а тебе понравились цветочки которые подарил смотрите какие цветочки вот они мы уже поставили вот мы поставили цветочки вот так вот она смотрится и у нас уже за окном то посветлело похорошела ладно днем погуляем в центральном парке покажу все антош это что можно это кофе мы будем разлива ну да давай сюда наливаю себе вот наш завтрак мельчика готовила омлетик мы сейчас будем есть бутерброды все мышкой хлеба тут нет хлеба хлеб до хлеб на решили прошли я хочу поесть омлет с маслом мне нужно будет это нарежь сам ну ладно кстати у нас это она считает сколько комната 1 комната 2 зал и кухня это получаем у нас четырехкомнатная гостиница русская чуть-чуть русская четырехкомнатная гостиница но в америке это считается двухкомнатная потому что у них считается количество спален спальня плюс ванна там спальня плюс слеп плюс ванна зал с кухонькой с маленькой вот наши четырехкомнатная по днем наша гостиница вот так вот это да этого машинка это у нас лифт лифте спускаемся в метро и все продумано все две детей и для конечно же инвалидов и вот эти кнопки да ничего страшного я пришли из деревни сейчас разбираемся вот давай покупать и проезд да и все нас остались старой карточки а нам больше и не работают а потом обратных на метро нам нужно две поездки на обратном наш поезд ушел да нет он сюда приедет мы едем в метро мы наконец-то сели а сложнее почему потому что на На одной станции куча пересадов, куча поездов, какие-то поезда проезжают, просто не останавливаясь, в общем, но благодаря ГУЛУ мы разобрались. Паром заполняется, мы сейчас поплывем на статуи, на нашу свободу. Ой, смотрите на эту красоту. Вот она. На какой из двух? На меня или на нее? Ну ладно, мы же вот к ней приехали. Мы здесь уже были один раз, и мы даже поднимались на пьедестал, то есть на подножье статуи. Но в связи с коронавирусом, на корону, вернее, да, на корону и на пьедестал экскурсии отменены. Вы даже не можете купить туда билет. Вот, поэтому продаются одни единственные экскурсии. Это просто приехать на пароме сюда, здесь побыть, погулять, заехать на соседний остров и уже вернуться назад на Манхэтта. Ну, поэтому, так как у нас выбор без выбора, почему нет, показать вам, посмотреть самим еще раз, тем более погода нам сегодня прям, вы знаете, нам очень повезло. Все тепло, хорошо, солнечно, ясно, поэтому мы решили, естественно, и поехать сюда. Вот, и, кстати, мне, когда я смотрела фильмы, ну там, американские, да, статуя Свободы всегда оказалась такая большая, массивная, она такая большая, большая, большая. А так, на самом деле, она, я не скажу, что прям большая. Если говорить про статуи Свободы, то ее высота 46 метров. А, например, ее палец, который в руке держит факел, его высота 2 метра. Представляете, пальчик размером 2 метра. Блин, вертолеты надлетают. Вообще, полное название статуи Свободы, это свобода, озаряющая мир, поэтому здесь вложено очень много смыслов и символов. Ну, например, факел, это действительно показывает, что она озаряет мир, дорогу впереди. Корона, тоже свет. И самый главный, наверное, для Америки символ, это скрижаль, который она держит в левой руке. Там написана дата независимости США, это 4 июля. Размер этой скрижали позволяет поместить на нее 2 автомобиля. Представляете, она, кажется, снизу такая маленькая, а на самом деле может спокойно поместиться 2 автомобиля. И самый последний символ, его мы, к сожалению, отсюда не видим, но видно хорошо с вертолетов, которые там летают. Это на ее ноге, которая наступает вперед, делает шаг вперед. Есть оковые цепи, которые разбиты. Это символ освобождения от рабства, символ, опять же, важной даты для Америки, когда произошла гражданская война, и были сняты с людей оковы рабства. И самое, что еще интересное, пьедестал. То есть была проблема с пьедесталом. У Америки были трудные времена, не было у государства денег. У миллионеров, как сказали, они просить не будут, потому что статуя народная, ее подарили французы, как вы знаете. Поэтому, что предложили сделать, что предложил сделать архитектор. Он сказал, объявил, сделал объявление, что все люди, кто сделают какое-то пожертвование, неважно какое, доллар, центы или еще что-то, будут опубликованы в газете. Это людей очень сильно смотивировало, ну представьте, раньше, чтобы тебя опубликовали в газете, да, там какое-то, это же прям такое событие. И люди приносили по доллару, кто-то по два, в зависимости от того, сколько кто мог. И каждого их публиковали. Необходима была сумма 100 тысяч долларов. Ее собрали за 6 месяцев. Детки очень сильно много собирали, приносили и говорили, пожалуйста, опубликуйте нас в газете. Вот мы насобирали 3 доллара, там, на-на-на. Вот. Поэтому можно действительно сказать, что статуя свободы это народный памятник США. Потому что народ сюда вложил довольно-таки большие силы и деньги. И, кстати, я даже не знала, что, оказывается, Эйфель приложил руку к статуе свободы. И, оказывается, каркас, который внутри, то бишь скелет ее, спроектировал сам Эйфель. А сверху она покрыта бронзовыми листами, поэтому она не монолитная, она внутри полая. И вот это даже видно. Листы, кстати, если присмотреться, видно швы, где эти листы стыкуются. Такие большие. Такие большие, классные. Кстати, вы замечали, что, в принципе, композиция смотрится очень гармонично, очень цельно. Но на самом деле они совершенно разные. То есть низ, самый низ, вот эта вот звезда, да, которая, это форт. Это был защитный форт при заходе сюда, чтобы корабли это все им препятствовали. А потом уже построили и пьедестал, и статую. Вернее, даже статую построили быстрее, чем пьедестал. Вот он, бык с Волл-стрит. Есть кто? Есть быки и... Медведи. Медведи. Антошка, для денег же потереть яйца? Ну, для денег и для успеха, я так понимаю. Для денег и успеха надо натирать. Я тоже сейчас натиру его. Быку с Волл-стрита, ну можно, можно. Причем, на удивление, смотрите, нет очереди. Здесь мы, когда были первый раз, стояла прям очередь из людей, которые хотели тут все потереть и сфотографироваться с этим быком. Ну вот. Это всемирный торговый центр. Вот. Несколько зданий. И вот сразу же что. Мемориал 9.11. Сейчас пойдем сюда. Здесь стоял небоскреб. Я вообще это... Это очень, наверное, трудно представить. И когда понимаешь вот это вот, что проедет, то это как-то ужасно. А, да, я не успешал. А мы пришли на Бруклинский мост. Я хочу письмо. Это, наверное, самый, может, часто показываемый пешеходный мост в кино, я так думаю. Да, 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 да. И в сериалах тоже, потому что его можно узнать вот на раз-два в Нью-Руссию. Такое необычное. Все, мы дошли до середины Бруклинского моста. Там уже дальше переход с Нью-Йорка на Бруклин. Либо наоборот. Внизу ездят машины. Ничего себе! А ты хоть в зеркало смотрелась, как ты красилась? Сейчас. Или ты интуитивно смотрелась? Нет. Алло, алло, скажи, да? Алло, алло. Можно нам? Никто, скажи, можно нам уборщицу в нашу комнату? Можно уборщицу в нашу комнату? Да, сейчас я иду убирать вашу комнату. Все, пока. Пока, все. Кому позвоним? Директору стадиона. Здесь рыбы нет, да? Все, пойдемте. А мы живем на 11 этаже. Сейчас мы пойдем гулять по Центральному парку Нью-Йорка. Это, наверное, одно отец. И вечером на лошадок не переживает. Не сейчас. Ну, если они там будут на карете, то... Посмотрим, может быть, и сейчас. Привет. Погласила. Привет. Классно. Я покормила, покормила. Красавчик. Вот на нем мы поедем. Вот на таком красавчике. Пойдем, малыш. Птица на лошади. Стоит 57 долларов. 20 минут. Идем уже на большой круг, правильно? Нет. Вы же забейте. Там погодим. Сейчас. С ветерком катимся. У нас впереди одна лошадина сила. И тем не менее, он нас везет и катит. Вообще без проблем. Он хороший, Макит, какой. Смотришь, будет поворачивать. Его оливка покормила морковку. Здесь, кстати, зимой в Центральном парке еще делают каток. Мы когда были в ноябре, вроде уже народ катался. И в этом году, естественно, из-за всеми любимого коронавируса этого катка не будет. Как жалко. Как жалко. Ну, действительно, это веселье для детей. То есть это развлечение. Это было удивительно, что мы идем. Здесь было очень классно. До конца. Яужели. Я иду вам feedback.